Друзья мои, в предыдущем большом видео, где я рассказала и показала вам, как избавиться от дряблости в районе внутренней поверхности бедер, вы попросили меня показать вам подобную тренировку для рук. И, скорее всего, имели в виду дряблость в районе трицепса. Длинные мышцы, которые крепятся и за локтевую кость, и за плечевую, и за лопатку, имея три головки, и которые действительно в обычной бытовой жизни нами редко используются, потому что мы редко разгибаем плечо, редко разгибаем предплечье, мы предплечье разгибаем, потому что разогнуть надо, но чаще всего статически находимся вот в таком положении, печатаем что-то, сумки несем, что-то где-то работаем, пишем, телефон держим, да, то есть вот эта постоянная схлопнутость, как я ее называю, по передней линии. И, естественно, это не способствует, во-первых, функциональному использованию трицепса, во-вторых, нормальному лимфооттоку и нормальному венозному оттоку в районе верхних конечностей. И, конечно, руки становятся здесь объемными, рыхловатыми, здесь такой вот в районе подмышки образуется валик напряженный, и вы уже и маечки не наденете, и уже и платьишки красивые не наденете, потому что все это как-то нужно спрятать. И, действительно, многие решают просто это дело прятать. Чем это чревато? Тем, что мы ухудшаем нормальное функционирование лимфатической системы. Лимфа застаивается в районе верхних конечностей, застаивается в районе головы, и у вас уже отек возникает, да, не только здесь, но и лицо как-то отекает постоянно, потому что грудные схлопнуты, здесь ничего нормального не работает, подмышечные лимфоузлы, здесь грудные протоки. И поэтому просто забивать на эту проблему нельзя. Просто качать трицепс бесполезно. Это полезно тем, у кого хорошая осанка, у кого проработаны мышцы кора, и вообще тело в целом прям такое красивое. И действительно, им добавить там три упражнения для трицепса, и вот так вот будет. Потому что трицепс, как я сказала, он мало работает в бытовой жизни, и требует дополнительных упражнений. Ведь наш мозг, если какая-то мышца не используется, начинает замещать мышечную ткань на жировую. И вот второй лагерь, про который я сейчас хочу рассказать, он говорит о том, что, например, локальное жиросжигание не работает, и все вот эти вот закачивания трицепса, это пустое. С этим лагерем здесь я готова поспорить. Потому что речь не про локальное жиросжигание, а про то, чтобы препятствовать замещению мышечной ткани на жировую. Поэтому делать эти упражнения можно, ну, как я уже сказала, тем, кто абсолютно подготовлен. Но с этим лагерем, который про функциональный тренинг, про 3D-движение, я согласна вот по какой части. Нужно заниматься раскрытием кредного отдела позвоночника, нужно работать с лопаткой. То есть работать чисто с руками, имея проблемы вот в этой области, совершенно бесполезно. И поэтому у себя в конструкторе красоты, в программе, которая является моим главным детищем, которую я пишу ежедневно, я никогда не работаю с руками отдельно. У меня нет дня рук. Потому что руки, в принципе, включены в процесс тренировки. Тренировку вы эту 100% полюбите, если начнете ею заниматься. Это не какая-то одна тренировка. Каждый день я записываю абсолютно новые видео для шеи, тела и лица. Это то, что встраивается в любую, даже самую бешеную жизнь. В мою, например, так запросто. Это заменяет всякие разные допинги, которые, возможно, вы применяете в своей жизни, чтобы расслабиться. Потому что спорт, а точнее зарядка, это на самом деле очень крутой допинг. Помимо того, что он действительно вас расслабляет, он прокачивает ваш мозг, он еще и прокачивает ваше тело. И поэтому я решила вам подарить конструктор красоты по сказочной просто цене. Три месяца конструктора красоты плюс конструктор питания в подарок, который позволит вам подтянуть тело к лету, а оно уже вот скоро, а вы же любите наверняка подтягивать тело именно к лету, по самой приятной цене вот только сейчас, в преддверии праздника. Для того, чтобы узнать эту цену, узнать все остальные условия, и чтобы я сейчас не занимала слишком много эфирного времени, пожалуйста, проходите по ссылке, ссылку оставлю вот здесь внизу в описании к этому видео, и начните, наконец, действовать. Полюбите, наконец, свое тело. А чтобы полюбить тело, надо проявлять как-то эту любовь, проявите ее через классную зарядку вместе со мной. Сегодня в этом видео я покажу таки вам три упражнения, которые работают как раз и с раскрытием грудного отдела, и с мобилизацией лопатки, и при этом не занимают много времени. Вот что важно. То есть, да, можно и нужно уделять время иногда рукам, и грудному отделу, и грудной клетке, но не нужно делать на это какой-то сильно длинный акцент или сильно какие-то сложные тренировки. Для тренировки вам потребуется пилатес-лента, которая стоит очень дешево. Закажите ее на будущее, но так как сегодня у вас ее, скорее всего, под рукой нет, возьмите пояс от халаты или какую-то другую веревочку. Ну и еще немножко вас заинтригую, вот буквально чуть-чуть. В конце этого видео я покажу вам два бытовых приема, которые вы можете делать, заходя вот в лифт. Скрылись от глаз людей, в лифте никого нет. Сделали два приема, которые помогут вам улучшить лимфооток и венозный отток в районе верхних конечностей, для того, чтобы все здесь оживало. Что ж, совершенно классически приглашаю вас вместе со мной на коврик. Займемся телом. На самом деле, эти упражнения с лентой полезны, конечно, не только для трицепса. Это упражнения и для осанки, и даже для мышц передней брюшной стенки. Но только если выполнять их правильно. Поэтому, друзья мои, опять призываю вас слушать меня внимательно и выполнять эту тренировку вместе со мной. Ставим ноги на ширине плеч и представляем, что стопами растягиваем пол в стороны. Далее отстраиваемся. Над стопами стоит таз. То есть мы его не будем отклячивать. Ни в коем случае не делать его так. Будет хотеться так сделать, потому что когда будем ленту переводить назад и вперед, будет желание отклячивать таз. Нет, держите таз в нейтрале. Помним про то, что таз над стопами, над тазом грудная клетка, над грудной клеткой шар головы. Выстроитесь, можете прям закрыть глаза, проговорить себе все эти части своего тела и запомнить. Как мы надеваем ленту? Посмотрите. Вот такое положение. То есть надели на большие пальцы и потом раз, немножко пошире возьмите, раз, прокрутили и вот так вот сверху прижали ленту. Здесь то же самое. Снова немножко подальше взяли. Раз, прокрутили и прижали ленту. Вот. Вот такое вот положение. Все. Здесь это положение ленты, оно позволяет нам ничего никуда не наматывать, не накручивать, растягивать ленту основанием мизинца и при этом не напрягать большие пальцы, удерживая ее. Здесь на старте мы делаем вдох и с выдохом растягивая ленту, то есть удерживая ее в преднатяжении, не поднимая лопатки ключицы, переводим назад. Это снова вдох и вперед. Не торопитесь. Вот здесь вот есть момент, да, хочется вроде как лопатки ключицы задрать и вот так перевести. Нет, не делаем. Максимально вниз опускаем лопатки ключицы и максимально удерживаем таз. Помним про шар головы, который над грудной клеткой, грудная клетка, которая над тазом, а таз, который над стопами. Хорошая опора стопами в пол, причем всей стопой, да, у нас, помним, у нас у стопы есть три точки опоры. Основание большого пальца, основание мизинца и пятка. А Даша опять много болтает, не буду смотреть ее тренировки. Кому не нравится, отключайтесь. Это я так на всякий случай комментаторам, которых стало, кстати, все меньше и меньше, это очень радует. Итак, мы с вами сделаем еще 10 раз, потому что все, что я говорю, это важно, не просто так. Делаем. Девять, восемь, семь. Голову вперед не выдвигайте. Будет желание напрячь разгибатели, короткие разгибатели шеи, не напрягайте. Шесть, наверное, пять уже, да, но... И смотрите, вот так не выпячивайте вперед. Если вы чувствуете, что пошло выпячивание, это значит, вы таз открячиваете. Еще три. Два. И один. Отлично. Теперь ленту над головой поднимаем, проверяем, что удобно прижата лента, для того, чтобы она не скользила. Также точно ее держим. Легкое преднатяжение в руках, ребром ладони немного растягиваем, растягиваем ленту и делаем здесь вдох, а здесь выдох. Уводим вниз, как будто бы нас за локти кто-то тянет. Снова вдох, но лопатки, ключицы остаются на месте. Это самое здесь сложное, удержать лопатки, ключицы. Снова выдох. Вдох. За макушку тянемся наверх. То есть вы можете полностью не разгибать руки в локтях, потому что если полностью вот так вот будете разгибать, и наезжать при этом лопатками, ключицами на затылок себе, да, лопатками на затылок, или трапецией на затылок, будет неправильно. Сделаем вместе со мной еще 10 раз. 10, 9, 8, помним про то, что будет момент, что захочется вот так попу отклячивать, не отклячиваем. Я, конечно, утрированно показываю, но вы поймете. Еще 5, наверное, 4, если что-то каждый раз убиваюсь, 3, и 2, и 1. Отлично. Конечно, момент, пока у вас пояс от халата, например, а не лента, то вы, скорее всего, будете держать ее в кулаках. Держите, это всяко лучше, чем ничего. Но ленту купите, ну, правда, ну, копейки стоят, а штука очень полезная. И далее, следующее, вот как раз здесь, уже можете взять в кулачки, или можете опять точно так же обернуть, если вам так больше нравится. И мы начинаем здесь делать вот такое вот движение восьмеркой. Восьмерка, посмотрите. Раз, два, три. И это лучше всегда делать на выдохе, то есть вдох где-то внизу, выдох, наверх. Пока мы в одну сторону только крутим. И опять не наезжайте лопатками и ключицами себе на лицо. Куда-то наверх их не тащите. И мы сделаем в одну сторону еще три. Тянемся макушкой наверх. Два. Крепко стоим на пятках. Один. И теперь, чтобы не запутаться, отсюда сверху сразу раз, и два. Поменяли направление. Раз, и два. Такое красивое гимнастическое движение, да? Как хорошо лопаткам. Безумно хорошо лопаткам, если все выполняется правильно. Если выполняется неправильно, то нехорошо поясницы. Или не имеют кончики пальцев рук. Еще считаю. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Иди. Не выпячивайте вот так вперед свои нижние ребра, пожалуйста. Это значит, вы отклячиваете таз. Десять. И, наконец, четвертое упражнение, в котором прицельно работаем с трицепсом. Нам нужно ленту собрать вот такой вот петелькой. И одну ногу со стороны руки, с которой будем работать, выдвинуть вперед. Руку, с которой будем работать, продеть в петельку. И вот именно ребром ладони упираться в ленту. Далее, второй рукой прижимаем ленту к бедру. И, посмотрите, встаем вот в такую вот позицию. То есть, у нас плечо уже в небольшом разгибании. И нам сейчас нужно будет только дотягивать разгибание в локтевом суставе. Итак, я показываю утрированно сначала. Вот такое действие происходит. И разгибание. И разгибание. Да? Но это выглядит гораздо все меньше. Здесь самое главное, чтобы вы не зажимались. Раскройте на старте уже грудную клетку. Да? Поверните себя вот так вот вперед. То есть, смотрите чисто вперед. Несмотря на то, что у вас здесь небольшой разворот есть. Но постарайтесь при этом грудную клетку повернуть вперед. И лопатку немного сильнее прижать к спине. и делаем, выполняем это движение. Десять девять восемь семь шесть пять четыре три два два один. Трицепс очень быстро устает. На самом деле, большого количества раз выполнения не нужно. Особенно, если вы делаете на регулярной основе. Особенно, если вы пошли в конструктор, вам вообще этим заниматься не надо отдельно. Итак, здесь то же самое. Так, встали. Выстроились. Сделали вдох на старте. или из небольшого уже преднатяжения пошли в разгибание. Здесь ошибка будет, если вы будете слишком сильно сгибать руку, слишком сильно разгибать или разгибать за счет какого-то наклона. Нет, зафиксировали здесь. И только рука. Сконцентрируйтесь на работе трицепса. Прямо почувствуйте эту работу. Десять девять восемь семь шесть пять четыре три два один Ууу, отлично, хорошо. Можете себе поаплодировать. А теперь один интересный факт и два приема. Ученые выяснили, люди, каких специальностей живут дольше всего. На первом месте оказались дирижеры. Меня само это удивило. Но мне кажется, во многом это связано как раз с тем, что дирижеры большую часть своей жизни находятся с поднятыми руками, активно ими жестикулируя. Вот я вам предлагаю первый прием бытовой, который можете выполнять там, где нет людей. Вот зашли вы в лифт, никто с вами не едет, быстренько выполните эти два приема. В первом приеме я и предлагаю вам представить, что вы дирижируете большим оркестром. Поднимаете руки, при этом не задираете лопатки и ключицы и начинаете выполнять вот такое вот движение. То есть вперед, назад, вперед, назад. Легкая, красивая, волнообразная. Здесь, сюда, виолончель заиграла. Там у нас, не разбираюсь совершенно в музыкальных инструментах и вообще во всей этой музыкальной теме. Но вы же примерно представляете, как работает дирижер. Если не представляете, посмотрите видео на эту тему. И вот вы с ума сходите, но наедине с собой так можно, никто не видит. И начинаете, да, вот так вот делать. Потом просто протрясите руки, как будто бы встряхиваете с них все ненужное, воду и всякую плохую энергетику. Иди, 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 иди. От меня встряхиваете. Отлично. И далее. Одна рука у вас повисла, такая вот совсем расслабленная. А другая рука начинает надевать тугую перчатку наверх. Тугую перчатку наверх. Можно даже с каждого пальчика, если есть время. А можно просто вот так вот, начиная с кончиков пальцев и доходя выше. Далее здесь нужно промассировать в глубину идти. Бицепс. Впереди. Дельтовидную мышцу. Глубоко, глубоко уходите. Это короткое движение. Пусть оно будет ежедневным, коротким. И трицепс. Район трицепса. Здорово, если вы еще себе сможете помассировать трапецию, поднявшись. Промассировать трапецию немножко. И то же самое с другой стороны. Повисли опять. И надеваете тугую перчатку. Затем массируете бицепс. Трицепс. Дельтовидную мышцу. Вот здесь вот. Такая плотненькая. У кого плотненькая, у кого мягенькая. И затем поднявшись, трапецию немножечко. И чуть-чуть прокрутите плечи в плечевых суставах. И вы приехали с 35 этажа на первый, если еще лифт медленно при этом ехал. Шутка, конечно. Но, друзья мои, если вы не хотите вот так заморачиваться и работать чисто, с руками, тогда приходите ко мне в конструктор красоты. Я еще раз напоминаю про то, что сейчас действует специальное праздничное предложение. Переходите по ссылке, которую я оставила вам специально для вас внизу в описании к этому видео. Смотрите, какая цена. Смотрите, какой потрясающий подарок конструктор питания, который позволит вам питаться рационально вкусно и при этом правильно. Короче говоря, одни преимущества. И самое главное, вы вводите зарядку в свою ежедневную жизнь и наслаждаетесь ею. Мне кажется, одни преимущества. А за это видео вам спасибо. Если вы поставите ему лайк, то это мне крайне приятно. Пока.